Играем мы в шахматный комбэк. Я придумал только что новый гамбит. Д5, ЕД конь Ц6. О, интересно. Конь Ц6. Гамбит Никита Петрова. Не-не, зачем? Это нужно конь Ф6. Мы играем на быстрый развитие. Да, кстати, интересно. Интересный гамбит. Аналог серного гамбита. Только мы вместо пешки отдаем коня. Гамбит Никита Петрова. Но он, к сожалению, не хочет соперник. Брать пешку на Б7. Сейчас на ДЕферз Е7. Не хочет, привет. Ладно, просто на Б6 идея на ДЕферз Е7. Играем против человека, который вместо своего ника написал звуки, которые обычно издают самые милые создания в России. Кошки. Миробз. И милые звуки. Стоп, ну... Миробз. Божки скорее на Украине живут. В Чернобыле. Если не сдают такие... Так, а что нам мешает пойти в Солнце 5 и дать мат? Ммм... Мммм... Интересный, да? Ход Солн Е2? Да. Мой любимый. Не, ну теперь у нас есть идея Ферзь H4 на Е2. Миробз. 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 Х4 должно произойти. Оргинально, что он спас эту позицию. А, кстати, вот сейчас вот эта позиция мне напомнила, вот этот вариант в Королевском. Чё-то что-то такое есть, нет? Слон на С5 стоит. Да. Нет? То есть, чё-то... Любая позиция... Ну, да, чуть-чуть похоже. Нет, тут варианты... Серьёзные и серьёзные варианты, а это какая-то чушь. Как это Гамбит Петрова, он не может быть чушью по определению. Слон Ф5 заманчив. Ферзиатль? А, ну да, тогда не заманчив. Ну, если тогда и фигурит. Вот, и вот он наконец-то. Нас хотят всё съесть. Ну что ж, приходится отдавать Слона. Физируем ладью. Да, вот, ребята, когда будете играть вариант Петрова, не забывайте то, что... Когда-нибудь... Ладью. Да, когда-нибудь пешка на С6 может стать сильной фигурой в стане врага. Ну, а пока мы... Такс, играть или не брать? Или ладья Б4? Какая разница? У меня Б4 нормально. Он угнетает соперника. Так, у нас с чего получится? Ладья за три фигур? Только мы можем в этой позиции сделать сильнейший ход король Е3. Нашему сопернику это не под силу. А, стоп, мы король... О, король Е2. Не дотянул. Маус Слип это был. 100 баллов. Да нет. Так, ну теперь наш ферд стремится на Б5? Да. Или не стремится на Б5? Я не знал. Стремится он на Б5 или нет? Ну, стремиться надо. Какая-то у нас математика пошла. Стремиться, стремиться. Да. Так, нужно вторую ладью как можно скорее активизировать. Ну что, он привязывается к нам? А вот теперь ты понимаешь, да, людей, с которыми ты играешь? Поменять. О, смотри какой хороший. Нашелся. Батарея. На Б2 падает. С шахом, между прочим. Подкидываем вторую пушку. Слоны очень много отрезают полей. Я не доволен. Ничего. Нам хватит. Так, напали на важную пешку G7. Можно отъесть важнейшую пешку на А2. А2. Его пошло 6. Так, смотри, я предлагаю. Взяду 3. Кир-107. Взяли, взяли, взяли. Взяли. Король ушел. Да, ничего нет, поэтому и нам висит мат. Я думаю. А6. Так. Теперь мы играем так. 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 Мы, по-моему, выиграли фигуру. Как C8, Ферзи в 5 и нам мат. Обидно. И досадно. Стоп. Ну Ферзь Б8 видимо ресурс остался. Да нет, можно так. Ну теперь он спасает солна. Нет, не спасает. Так. А на ЕФ что задумано? Не знаю. А, ну, может быть ничего не будет. Страшно. Владея Е7? Так. Надо было Владюд ставить на C7, конечно. Не ферзя. Все равно Владея Е7. Не, ну конечно. Так. Ну это же просто зевок. Да. Агония соперник. Ну конь А4 будет сыграно? Нет. Конь А4 будет сыграно? Ну вот. Да. Да, согласен. Владики доказали свое преимущество над четырьмя, но с теми фигурами. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok